А вы хотите узнать, как появилась игра Майнкрафт? То смотрите это видео. Во-первых, наверное многие уже знают, что разработчик этой игры Ночи, если быть точным, то это Маркус Персон. Именно он создал такую прекрасную игру, в которой мы сейчас можем играть с большим удовольствием. Что же, во-первых, первая версия игры Майнкрафта вышла в 2009 году, и в ней игроки могли только ставить камень и блок травы, но умельцы, игроки с очень хорошей фантазией, могли построить настоящие замки, а также крепости. Поэтому первая бета удалась довольно хорошей, но возможности не были очень малы. Через некоторое время, версия игры Ice Beta перешла в альфа-честирование, и в ней уже появилось полноценное выживание, где были настоящие мобы, был крафт, и было многое другое. Поэтому Майнкрафт начал потихоньку развиваться. То же самое касается и мобильной версии. Моя первая мобильная версия Майнкрафта появилась 7 октября 2011 года. К сожалению, настоящие игроки насладиться этим продуктом не могли, потому что в ней не было почти ничего, и поиграть в неё было довольно сложно, так же, как и на компьютере в первую версию. Поэтому все ждали следующее обновление. И что же, следующее обновление вышло, в том числе и на компьютере. Во-первых, через некоторое время, наверное, где-то через год, вышла полноценная версия Майнкрафта 1.0.0. В ней появился полноценный креатив, а так же полное выживание, и, друзья, появился режим хардкор. Это было очень классно. Теперь игроки могли выживать в кубическом мире, а так же могли делать всё, что они захотят в креативе. Ну, Нотч пожелал и решил, совершенно недавно он продал Майнкрафт, или, если быть точным, то компанию Маджонг за 2 миллиона долларов. И сейчас он живёт богато в роскошном особняке. И позоветесь ему может каждый. В то время, компьютерная версия Майнкрафта стоила около 200 рублей. Это была довольно небольшая сумма. Ну, а сейчас её цена составляет до 2000 рублей. В то время, мобильная версия стоила 129 рублей. Через некоторое время цена повысилась до 239. Ну, и на данный момент её цена, или сумма, составляет 429 рублей. И сейчас это очень большая сумма, друзья. И не каждый может купить себе лицензионную версию Майнкрафта. Поэтому те, кто знали, что Майнкрафт станет таким успешным, купили его ещё в раннем-раннем тестировании. Но никто не мог предсказать, друзья, такой успех Майнкрафта. Ну, и собственно, сейчас и до сегодняшнего дня Майнкрафт развивается. Но, по словам игроков, в ранних версиях Майнкрафта вы могли встретить такого игрока, как Херабрина. Могли встретить Белого Эндермана. Могли встретить Энити-303. Но, к сожалению, все эти существа до сегодняшнего дня не были официально подтверждены. Поэтому верить в них стоит только вам. Собственно, информации о выходе очень много. Во-первых, в честь выхода первой версии 1.0 Майнкрафта, картинка Гугла напоминала сам Майнкрафт, а в букве О было видно лицо Крипера. И, как понимаете, Майнкрафт сделал большую шумиху среди опытных и просто обычных игроков. И в 2009, к сожалению, жанр выживания, жанр строительства был очень мало развит. И поэтому Майнкрафт был настолько популярен. К примеру, в 2009 году не было 7D Studio, не было The Forest, не было даже Террарии и Стрэнда Дипа. В нем были какие-то обычные 2D выживания, даже 1D. Поэтому Майнкрафт так быстро набрал свою популярность за счет того, что подобных игр на рынке не было. И просто можно сказать, что Майнкрафт был первым в жанре выживания. Также строительство. Я знаю, что строительство было много, но именно жанр строительства, где вы могли строить что-то, сами такого, к сожалению, не было. Ну и, друзья, на этом информация заканчивается. Собственно, если вам понравилось видео, то, пожалуйста, поставьте лайк, и меня это очень хорошо порадует. Ну, а на этом все. До скорых встреч!